Привет, друзья! Вы на канале КриптоДаша. Здесь, на своем канале, я делаю обзоры на различные проекты из мира криптовалют. И сегодня в обзоре у нас новый и интересный проект. Проект называется ViaNasty. Но сначала напомню, что в своих видео я никого не призываю инвестировать, я просто делаю обзор и знакомлю вас с проектом. Куда вложить свои деньги, вы решаете только сами. Итак, ViaNasty. У проекта есть свой токен. Токен Nasty – это децентрализованный токен в умной цепочке Binance. Купить их токен можно на PancakeSwap, а также график токена можно посмотреть на сервисе Fubcoin. На сайте проекта есть белая бумага и документ аудита. Можно ознакомиться лично. Что касается токеномики, то тут мы видим поставка 1 триллион токенов. Ликвидность будет заблокирована до 15 марта 2022 года. У них есть очень уникальная налоговая система. Здесь 10% налог на вход и 24% налог на выход. Да-да, именно так. Так как налог на покупку низкий, они хотят вознаградить владельцев, когда пользователи сливаются. То есть, чем больше вы держите токен, тем больше токенов вы получаете от отражений. Еще они провели много маркетинговых мероприятий, в том числе реклама на Pukcoin, CoinSniper, CoinHunt, Google, а также влиятельные лица. Еще они использовали DexTools в течение 24 часов, вскоре после запуска. Еще также ведется работа над дополнительными маркетинговыми мероприятиями, в том числе с привлечением большого числа влиятельных лиц и рекламы на разных платформах. Еще у них в будущем будет платформа контента для взрослых. Здесь создатели контента смогут размещать свой собственный контент, делиться публично или конфиденциально со своими подписчиками и токены Насти можно использовать для покупки подписок. Разовые покупки или удержания для получения доступа к первоклассным мероприятиям и выставкам создателей контента. В то время как токен Насти будет использоваться в качестве формы оплаты для создателей контента, платформа также будет поддерживать различные криптовалюты, такие как биткоин, эфириум, USDT и дуги. Утилита токенов платформы вера Насти. На сайте проекта есть дорожная карта, где указаны все мероприятия и планы по развитию проекта. Еще у них есть сообщества в Twitter, Telegram, Instagram, Medium и TikTok. Присоединившись можно следить за развитием проекта, а также за всеми актуальными новостями, так как все новости первыми выходят там. Вся подробная информация есть в описании под видео. На этом мой обзор подошел к концу. Всем спасибо за просмотр. Подписывайся на мой канал и увидимся в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok